Ева Кюн решила показать себя. Челнинский молодежный театр студию «Ключ» пригласили на фестиваль «Ваш выход» в Самарской области. Деньги на дорогу собирали по крупицам, но оно того стоит, ведь наши актеры выступят с артистами из Германии, Литвы и Румынии. В родных же стенах коллектив открыл сезон еще в сентябре. Без сложности не обошлось. За лето двух актеров проводили в армию, и пришлось найти замену. Но вот Ева Кюн играет прежний состав. А некоторым, знаете, все равно придут, отведут урок и бегом домой к семье, к детям. Ни декорации, ни сценария, ни реквизита. Только голые стены вокруг и воображаемый образ. Сегодня актеры фантазируют, разыгрывают самые счастливые моменты из жизни своих героев. Будь то покупка леденца или первая встреча с любимым. Так они учатся легко и непринужденно проживать историю на сцене. Но лицедеи признаются, игра иногда выходит не только за рамки сценария, но и за стены театра, проникая в реальную жизнь актеров. На слоение идет образов с одного спектакля, с другого спектакля, с третьего. И иногда теряешь себя. Вдруг думаешь, вот это вот тот образ, вот это вот этот. А где я? Оказалось, что я это сочетание всего. И каждый образ это кусочек меня. 16 октября с Евой Кюн, последним шедевром Челнинского театра, познакомятся жители города Пахвистнево в Самарской области. На четвертом международном фестивале «Ваш выбор». Но ключ едет не только за признанием. У челнинских организаторов фестиваля действующие лица свой интерес. Хочется посмотреть на их организацию в первую очередь, как они работают, что у них, какие лаборатории. И обязательно надо познакомиться с теми людьми, которые там есть, показаться. Потому что это всегда приезжают, только когда лично знакомы. Но на этом жизнь в стенах театра не замирает. После возвращения с фестиваля 23 октября ему исполнится 8 лет. Отметят это событие с челнинским зрителем. А в середине ноября ключ уже ждут на столичных сценах. Казанцы познакомятся со спектаклями «Ли сестрата» и «Синий лес». Анна Кондратова, Катерина Карцева, Андрей Буслаков. РНТВ. Набережные Челны.